Ребята, девчата, сейчас я так вспомнилась. Помню, мы тут выступали в Фаросе на свадьбе с Дженнифер Лопес. Я помню, вел Коля Басков и Лерочка Кудрявцева. Я еще была позатая, я вообще знакома с огромным количеством, сейчас вспомнила голливудских, вообще иностранных звезд и актеров. Ко мне даже как-то на вечеринке, я помню, был благотворительный вечер в Лондоне. Вечер благотворительный, господи, Горбачева. И ко мне приставал даже Орландо Блум. И Саймон, это солист группы Диран-Диран. Ой, бабуля была на расхват, ну просто невозможно. Ну, поддаваться в прошлом-то плохо, будем поддаваться настоящим. Сейчас бабуля тоже на расхват. Люблю вас, споем сегодня. А вот разговор про мужчин и женщин. Вы когда говорите так и про Легрову, про Примадонну, а вы при этом действительно для себя не осознаёте, что вы как биологический объект гораздо привлекательнее почти всех женщин, выступающих на нашей эстраде. Это вы так считаете? Нет, это не я так считаю. Это так считает, я думаю, что подавляющее большинство мужчин. Во всяком случае. Мы сейчас не про творчество говорим, не про октавы. То есть вы это для себя понимаете? Это такая ложная скромность? Или вы считаете, что это вообще несущественно? Да, я считаю, что это несущественно. Да? Да. Я считаю, что для работы артистки, даже и киноактрисы, и певицы. С чего началась ваша караулка? Что вы в караулке познакомились с Кальварским? Да, с Кальварским. То есть вы считаете, что Кальварский подошёл, потому что вы сражённый? А, нет, вы в этом плане? Нет, я имею в виду в плане уже как бы не начало. Да, во всех планах. Просто иногда у человека такое, как сказать... Ну, господи, все синонимы забыл. Нормально. Помогите мне, помогите женщине. Ну, я не знаю, вот это что, драйв или что? Сексапил? Сильный посыл, то есть внешность не имеет никакого значения. Но вот, например, для меня мужчина вообще не имеет внешность никакого значения абсолютно. Ну, главное, чтобы он был чистый и там 380 кг. А Морозов был красивый мужчина? Ну, он мне жутко не нравился сначала, а потом он мне очень понравился. А вообще считаете, что в первые 7 секунд всё определяется? Нет, он мне вообще не нравился, мне показалось, что он какой-то странный даже, молдовый. Вы решились родить от него ребёнка, при том, что он вам не нравился? Да, я бы его и полюбил только через полгода до нашего знакомства. Понятно. Да. А что для мужчины главное, деньги? То есть возможность, успех? Ну, деньги важны очень, успех тоже. Вы, кстати, поразительно... Нет, очень много женщин так думает, ни у кого смелости нет, в отличие от вас, вот это озвучить, что у вас просто лейтмотивом идёт, что вы всегда хотели, чтобы ваш мужчина был, во всяком случае, благополучен, состоятельен и мог обеспечить вам уровень. Это нормально абсолютно, я считаю, что это биологично, не все решаются вот это вот озвучить. Вы иногда, когда это озвучиваете, вы понимаете, что вы можете каких-то... Мужчин обидеть? Нет, нет, каких-то женщин вот задеть. Задеть? Вы знаете, мне кажется, если я буду думать о каждом слое, что я кого-то задену, это... Ну, а как же, вы социально значимый персонаж, вы должны думать об этом. Ну, вот у меня вообще большая с этим проблема, вот, поэтому мне это не имеют в виду с моим языком, вот, и моими действиями, они всегда, как бы, разнятся тем, что на самом деле я представляю, предположим, дома, вот, поэтому мне мои, там, пиар-менеджеры, Виктор Яковлевич Дробыш, сначала даже мой, как бы, вот, Анатолий мне всегда говорил, что ты смеешься, как ты смеешься, это ужасно, нельзя так смеяться, ты как лошадь, ты должна, ты должна быть женс, ты должна ху-ху-ху, вот, вот, я не могу, как бы, да, у меня, в любом случае, я где-то проколюсь, и все увидят, что это не натурально, и, как бы, это будет еще хуже, как бы, поэтому, а потом, когда он как-то поехал со мной гастроли, и когда люди, там, подходили, ой, спасибо вам за ваш смех, спасибо, так смеете, вы открыто, а то мы, там, некоторые, стесняемся, вот, природа дала такой смех, а мы, там, сидим, он такой заразительный, вот, он говорит, ну, ладно, хорошо, смейся, я, там, неправ, типа, был, типа того, вот, поэтому, какие-то моменты, я, конечно, иногда несу, и то такое, что, само уж потом стыдно становится, как посмотрю какую-нибудь передачу, думаю, господи, вообще, и я все время еще как трендочих, у меня, знаете, такой, я эмоциональный, очень, мне хочется все много сказать, времени мало, и вот это начинается, я не знаю, все говорят, что я, естественно, я прекрасна, надеюсь, что так и будет, дальше. Не политкорректно, но без злого умысла, иронично, но без сарказма, пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.